К приезду гостей в большой семье Труфановых готовят шарлотку. Процессом руководит главный человек на кухне, мама Наталья. Три дочери, старшая Юля и двойняшки Аня и Настя в качестве юных помощниц. Мама готова делиться женскими секретами с будущими хранительницами домашнего очага. Впрочем, иногда кулинарными способностями может порадовать семейных и папа Сергей. Папа у нас отменно варит кашу полевую. У него она очень вкусная получается. Шарлотку отправляют в духовку. За процессом приготовления следит мама. А девочки отправляются в сад. Нужно собрать клубнику. Это одна из обязанностей детей в этом доме. Мы делим дежурство каждый по дню. Ну, получается, там ходят в обязанности помыть посуду, попылесосить. Ну, собственно, чтобы все было чисто. Большой дом Труфановы смогли купить за средства жилищного кооператива свой дом в 2011-м. До этого жили с родителями. Бабушки и дедушки и сейчас продолжают помогать в воспитании внучек. А когда девочки были совсем маленькие, эта помощь была просто необходима. Сергей и Наталья совмещали учебу в вузах и работу. После рождения Юлия через один год из семейцев появились Аня и Настя. Поэтому, можно сказать, они были погодки. Трое маленьких детей. Ну, очень сильно помогли родители. Семья Труфановых активная и креативная. Грамоты и кубки за творческие достижения и успехи в спорте, гордость родителей. В 2004-м они стали лучшей семьей Рокетянского района, а Сергей победил в номинации «Лучший папа года». Увлечение творчеством продолжается, но главная страсть каждого члена семьи – спорт. Совсем недавно женская часть получила почетные знаки ГТО. Юля у нас золотой знак имеет ГТО, а мы с девчонками серебряный. А папа он просто не сдавал. Он бы, конечно, золотой бы имел. Спорта Сергею хватает на работе. Он много лет трудится во вневедомственной охране. Наталья – учитель начальных классов. Находит время на совместный отдых. Зимой всей семьей отправляются кататься на лыжах. Летом – коньки. На ледовой арене в Ракетном Труфановы частые гости. Девочки посещают воскресную школу и всей семьей ходят на богослужения в сельский храм. Говоря о секрете семейного счастья, Труфановы не вдаются в рассуждения. Для них главная взаимная поддержка и, конечно, дети. Секрет семейного счастья, он банален. Наверное, просто пытаться понять для другого человека, иногда простить, поддерживать. Не нужно бояться, что много детей, и это ничего, наоборот, приятно и хорошо. Когда радуюсь их успехам, достижениям, больше даже берет гордость за них, чем за себя. Совсем недавно Труфановы отметили годовщину знакомства. Сергей и Наталья познакомились 11 августа 2000 года. За 18 лет они смогли получить образование, купить дом и, главное, создать большую семью, о которой они мечтали. Виктор Лукьянчиков, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на канале Мир Белогорья.